ЗАГС принимает заявки. Теперь подать заявление можно и в сети интернет. Электронные услуги не роскошь, говорят в управлении записи актов гражданского состояния, а дух времени. В принципе, всё было просто. Зашли на госуслуги, подали заявление, забронировали дату, какую хотели, время. И вообще без проблем всё обошлось. Если люди обратились к электронной очереди, они чётко знают порядок подачи заявления и знают перечень нормативных документов, которые необходимо выполнить. Правда, популярностью столь удобные услуги, как выяснилось, невысока. Только четверть обратившихся в управление ЗАГС в 2014 году решились опробовать новшества. Остальные приходят по старинке. Интернет есть далеко не у всех, да и терпения не всегда хватает. Не всегда удачно работает связь. Интернет, он разный оказывается. Некоторые за 10 минут заходят и оставляют заявку электронную. А некоторые, был вот такой звонок, что они в течение дня пытаются электронную заявку нам оставить, и у них ничего не получается. Главное управление ЗАГС по Московской области населению обещает не только электронные услуги, но и помощь психолога. В подразделения приходят и по грустным поводам. Впрочем, в Красногорском управлении о новых специалистах не слышали. Зато стараются сами. Часто сотрудники, мы с нашим опытом, сами выступаем в роли психолога. Бывают случаи, когда отговариваем молодежь, которые пришли подавать заявление в горячах на расторжение брака. По статистике этого года на тысячу уже зарегистрированных браков почти 600 разводов. Так что услуга психолога была бы весьма кстати. Впрочем, неуклонно растет и число брачных союзов. В 2014-м их уже почти на 3% больше, чем в прошлом году. Но это скорее из-за новоселов красногорских районов. 46 пар, которые пришли в ЗАГС заключить брачный союз, были гражданами Украины. Анастасия Евстафьева, Никита Рощин, Татьяна Полякова, КРТВ.